Дарова, дорогие друзья! Всем веселого настроения! С вами Олежа Веселов. Как я и говорил, сделаю отдельный ролик с подведением итогов, сколько мне удалось заработать на переводах валют и также, когда я делал последние 6 вкладок в долларах. Сейчас мы все это будем считать. Я открыл уже калькулятор и все подготовил. Будем считать вместе с вами прибыль, которую мне удалось заработать в связи с этой вообще ситуацией в мире. Что произошло? Так, тачку уберем на всякий случай и перейдем в банкомат. Для начала мы должны посмотреть, какой курс у нас сегодня в игре. Сегодня в игре продажу мы не смотрим, мы будем смотреть покупку, потому что обменивать, если обратно все в рубли, то у нас будет по системе покупка. То есть округляем, это доллар 72. Евро у нас будет 77. И давайте посмотрим, что я вообще имею, какое у меня вообще состояние. Значит, у меня долларов 2,5 миллиона, а евро у меня 400 тысяч. И я думаю, надо переходить к калькуляторам и считать всю прибыль. Сейчас передо мной на столе лежат бумажки, где я записывал, сколько я в доллары, сколько я в евро обменивал, по какому курсу, точнее не по какому курсу, а за сколько я их купил. Допустим, вот 50 тысяч долларов я покупал за 3 миллиона и 103 тысяч. И все, мы это будем суммировать и все это будем сейчас считать. И посмотрим, сколько же будет прибыли. Я уже, как и говорил, подготовил 2 калькулятора. И давайте мы начнем с того, что посчитаем сейчас доллары и сколько я вообще долларов закупил. То есть 20 тысяч мы прибавляем плюс 60 тысяч, прибавляем плюс 50 тысяч, прибавляем еще раз плюс 50 тысяч. Также мы прибавляем плюс 70 тысяч. Да, я даже такие мелкие суммы поначалу закупал. Это было, наверное, когда курс был примерно по 60, но потом он еще падал. Также я закупил еще 150 тысяч долларов и потом я закупил еще 100 тысяч долларов. Так и все, вот примерно эту сумму я закупил. Но потом, чтобы положить рублевые, ой, не рублевые, а долларовые вклады, я закупил еще 800 тысяч долларов. Итого выходит у нас всего, что я закупил в долларах, это на миллион триста. И теперь справа на калькуляторе мы будем считать, за сколько же мне все эти миллион триста обошлись в общей сумме. Так, начнем пожалуй с 20 тысяч долларов, что я закупал. Это я закупал на миллион триста двадцать тысяч, прибавляем 3 миллиона девятьсот шестьдесят тысяч, прибавляем плюс 2 миллиона девятьсот пятьдесят три тысячи. И кстати возможно там где-то 2 миллиона девятьсот пятьдесят три тысячи двести я потратил, может быть триста, но это я буду не учитывать. Так как, ну буду округлять, что вот эти всякие единицы, там вот 10, 20 рублей, это как бы мелочь, можно так сказать. Дальше мы прибавляем плюс 3 миллиона сто три тысячи, как я уже называл сегодня эту цифру, дальше плюс 4 миллиона триста сорок четыре тысячи, и прибавляем плюс 9 миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи. И прибавляем еще одну сумму, это плюс 5 миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи. То есть вот такая у нас сумма получается, это без 800 тысяч, а 800 тысяч я закупал, где она у меня тут, ага, вот все вижу, плюс 44 миллиона 504 тысячи, это у нас в общей сумме составляет 705 миллионов 401 тысячи, то есть на эту сумму я закупил 1 миллион 300 долларов. И если все это разделить на 1 миллион 300, то давайте посмотрим за сколько же примерно я покупал, то есть примерно почти можно сказать ровно за 58 по курсу, если бы курс был 58 и я закупил бы 1 миллион 300, ну короче вы поняли, что-то я вообще уже гружу не то, давайте умножим допустим вот это также на 58 и проверим точность. Да, 75 миллионов 400 тысяч, так разделим снова на 58, пусть у нас будет тут цифра 1 миллион 300, то есть это сколько я закупил всего долларов. И что мы будем считать следующим шагом? А следующим шагом мы посчитаем эту сумму в 1 миллион 300 и умножим ее, сколько там курс доллара, 73, а 72 по-моему был, если я не ошибаюсь. Хорошо, давайте умножим на 72, это 93 миллиона 600 тысяч, теперь мы минусуем эту сумму, сколько я всего потратил, это 75 миллионов 401 тысяч рублей, то есть мы получили 18 миллионов 200 тысяч в долларах, это только при обмене, но также я делал еще и вклады, но о них мы посчитаем немножко позже. Теперь давайте все это удалим и снова напишем цифру 1 миллион 300, допустим я бы хотел дождаться, когда доллар будет примерно 100, ну давайте возьмем даже циферку 95 и посмотрим сколько же тут будет. Так, мы запомнили 18 миллионов 200 тысяч, это та сумма сколько если бы я обменял сейчас в данный момент, но сейчас мы посчитаем минус 75 тысяч, 400, 1 тысяча и у нас получается 48 миллионов, ну почти 50 миллионов, если бы курс был 96 или может быть 97, это было бы 50 миллионов. То есть я обменял в начале года, так сказать, валюту и через сколько, ну через годика полтора-два я бы получил 50 миллионов просто и на все это я бы потратил, ну в общей сумме времени я потратил на это минут 15, может быть 20, как бы не больше и за это время я бы получил 50 миллионов. Но сейчас я могу получить только 18 миллионов, но мы будем ждать до того, как курс поднимется как минимум выше 90. Ну да, это придется подождать еще годик, может быть два, но мне не принципиально это. Приступим к подсчету прибыли, сколько я получил прибыли за то, что делал вклады. Итак, я не буду считать сколько я ложил, сколько с них вышло в общей сумме, я буду считать именно прибыль. То есть за первый вклад я получил 271 тысячу долларов получается, плюс, ой нет, это я не то считаю, подождите-ка, это не шестой сервер, это я начал считать уже пятый. Извиняюсь, давайте заново начнем, это 272 тысячи я получил на шестом сервере, плюс 264 тысячи, плюс 255 тысяч, плюс 258 тысяч, плюс 245 тысяч. И последний вклад был на 212 тысяч, что не очень утешительный был вклад. Итого я заработал 1 миллион 506 миллионов. Каких миллионов? Тысяч, 1 миллион 506 тысяч. Это сумма, которую я заработал на вкладах. Теперь давайте ее умножим, по сегодняшнему курсу был 72, это 108 миллионов. Но давайте теперь мы возьмем в расчет, мы не будем брать 15 с половиной миллионов, там месяц один получается 15 с половиной, следующий месяц мы 16, потом снова 15 с половиной, мы этого считать не будем. Сразу умножим на 6 месяцев. У нас было 6 вкладов, за которых я получил 108 миллионов. Теперь 108 миллионов минус 96 миллионов. Итого мы, получается, заработали на 12 с половиной миллионов больше, чем мы бы делали рублевый вклад. Получается то, что мы за 6 месяцев сделали примерно 7 месячные вклады. То есть, если бы мы делали 7 месяцев вклады. То есть, один месяц и получается я уже сэкономил. Но можно, в принципе, прибавить еще даже 1 миллион. Давайте все-таки прибавим. Это за те вклады, которые были 15 с половиной, что 16 было. То есть, там вообще даже по сути надо было бы прибавлять полтора миллиона. То есть, допустим, даже округлим 13 миллионов я получил дополнительно, делая вклады в долларах. Но давайте посчитаем, если бы 1 506 000 я бы обменял по курсу 95. Я беру курс 95, не до сотки, не выше. Потому что, ну, может случиться такое, что даже 4 года, в течение 4 лет, даже курс не поднимется до 95. Даже до 100 может не подняться. Еще не понятно вообще, как все будет. Но давайте умножим и посмотрим. Это будет 143 миллиона. И какая там цифра была? Минус 96 миллионов ровно? Или сколько у меня там получилось, если бы я делал рублевые вклады? То есть, почти 50 миллионов. Даже если бы курс был 97, где-нибудь 98. То, да, все было бы 50 миллионов. 50 миллионов я бы заработал за несколько лет, потратив всего на это, ну, минут, может быть, 15-20. Просто обменивая вот это все и просто записывая на бумажку какие-то там цифры, сколько я получил прибыли. Я считаю, что это достойно. А если вы сейчас начнете это делать, то у вас, возможно, получится шанс заработать 10, может быть 15, может быть 20 миллионов. То есть, если у вас курс сейчас вот 72 по долларам и допустим вы обменяете, ой, что я пишу, 72 умножить на миллион, допустим, вы закупите миллион долларов. Это будет на 72 миллиона. Но если вы эти миллион долларов обменяете по курсу, по курсу, по курсу, по курсу 90 даже, к примеру, через годик, через два вы это сделаете, то у вас будет прибыль уже. Так, сейчас тоже посчитаем, чтобы все это было наглядно. То есть, 18 миллионов в плюсе вы уже будете. Но тут важно еще понимать то, что если вы будете делать вклады, вы уже будете получать примерно по 200 тысяч, потом будете на 10 тысяч меньше получать, потом еще и так уйдет до 150 тысяч. И, возможно, это 150 тысяч, допустим, мы умножим на курс 95, это будет уже 14 миллионов. Допустим, даже 180 тысяч мы обменяем на курс 95, тогда будет 17 миллионов. Да, возможно, это будет еще выгодно и, скорее всего, в следующем месяце я уже буду делать вклад в долларах снова. Но мы еще все это посмотрим, проверим. Возможно, курс упадет, как я и говорил, там, может быть, рублей на 6, может быть, на 8 упадет. Еще это пока непонятно, так как 28 февраля должны начать действовать санкции. Так, 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 стоп. Тут я немножечко перепутал. Не 28 февраля, а 24. Именно 24 февраля начнет действовать 10-й пакет санкций. А если вам интересно, что это за санкции, вы можете спокойно это загуглить. И как это все будет, пока непонятно. Будет ли доллар дальше повышаться или понижаться, мы этого не знаем. Ну, поэтому ждем 28 февраля, а даже начало марта. Потому что в течение одного дня, скорее всего, просто этой информации не будет. То есть что-то произойдет в течение, может быть, недели. Может быть, в течение месяца начнут как-то эти санкции реагировать на всю экономику мира или страны. Я не знаю, как это назвать. Вернемся в игру и, пожалуй, поедем встанем на красивое место. И в двух словах подведем итоги. Я уже успел подсмотреть, насколько примерно выходит ролик. И думаю, что я его буду сокращать. И, скорее всего, не буду показывать вам подсчеты с евро, дабы ролик не получился слишком длинным. Да и прибыль с евро составила около 3-4 миллионов. В общих чертах я смог заработать около 35 миллионов на данный момент. А если дождаться, когда доллар будет по 95 и выше, то и заработок, естественно, будет не 35, а уже больше 50 миллионов. И все это примерно минут за 20. Ну окей, даже за 30 минут. Это нужно сделать записи на листок, в игре произвести обмен валюты, сделать вклад и тому подобное, что по времени занимает несколько минут. А таких операций за полгода было немного. Это 6 вкладов плюс около 10 раз обмен валютами. Но эти 30 минут потраченного времени пришлось ждать полгода. А если еще подождать год, может быть два, когда курс достигнет 95 и выше, то и выгоды будет больше. Но нужно всего лишь долго ждать и иногда следить за курсом в реальной жизни. На этом у меня все. Если остались какие-то вопросы, то, пожалуйста, задавайте их. А если вы хотите знать, почему я снова перешел на рублевые вклады и буду ли я делать снова долларовые вклады, то тыкайте на появившееся видео. Эй, чувак, и не забудь поставить лайк. Тебе не сложно, а мне приятно.